друзья буженина добро пожаловать на зону с бужениной к сразу вам скажу кстати что многие зрители ассоциируют название канала с неким заведением где воспитывают людей где отбывают за свои грехи зря вы так потому что у зоны есть ряд таких вот интертрепаций зона комфорта таможенная зона до зона досмотра в общем зона это не всегда место где люди исправляются хотя кое-кого из вас исправить таки надо моя зона исправляет ваши дурные кулинарные пристрастия поэтому вы себе будьте спокойно и не смотрите здесь на меня как на человека зоны да я откинулся уже давно поэтому я уже на свободе но если серьезно буженина и моя концепция буженины такого что она гораздо шире чем просто кусок свинины которая запечена или как-то еще сделано у меня концепция такая я готовлю буженину с побочным продуктом который получается при приготовлении буженины я готовлю борщ поэтому сегодня будет буженина а потом я продолжу на другом видео приготовлю борщ короче ребята вот у меня кусок шеи свиная шея кусок шеи как всякая буженина должна быть нашпигована чесноком и кое-чем еще вот смотрите лайфхак правда ведь важно попасть солью и ароматами внутрь мяса мы попадаем внутрь мяса к чесноком но не попадаем солью мясо всегда хорошо проследить изнутри смотрите какой есть лайфхак вот у меня черный перец вот у меня соль сейчас я добавлю сюда соль вот чтобы вам было видно примерно одинаковое количество и вот так вот перемешаю теперь смотрите вот у меня чеснок который нужно запихнуть внутрь этого куска свинины вот немножко лаврушки есть мы те что я делаю хитрожопый повар я разрезаю чеснок вдоль пополам и правда у него срез сейчас будет мокрый смотрите что я делаю видите на срез наклеивается соль и перец поэтому вместе с этим чесноком соль и перец попадут внутрь мяса представляете какой будет кайф смотрите как это происходит в жизни я запомню я сейчас нарежу ряд чесночных зубчиков вот так вот пополам и все их запанирую срезом это будет чеснок который пойдет внутрь самой куска свинины ну я думаю что достаточно есть теперь еще немного лаврушки теперь смотрите делаю прокол проколу повернул нож взял запанированный кусочек свиньи кусочек чеснока и в прокол пальчиком вставляю так я буду делать несколько раз сколько столько раз сколько у меня чеснока тогда видите у меня внутрь свинины попадает еще соль и перец можно да вместе с лаврушечкой вот смотрите вот наклеилась соль и перец вот я накладываю кусочек лаврушки делаю прокол и тогда у меня внутрь пойдет с чесноком еще и лаврушка вот видите обязательно так хлопнуть по куску свинины каждый раз как по жопе кого-нибудь вы хлопаете вот так вот да учитесь хлопать по жопе друга своего или подругу на куске свинины я вот так всю жизнь практиковался и теперь мои друзья мне очень благодарны когда я хлопаю по жопе ну все я сейчас ребятки быстренько еще до шпигую хотя еще один лайфхак вам покажу бывает что понимаете кусок длинный вы готовите и вам не запихнуть глубоко чеснок потому что у вас пальцы короткие смотрите как можно работать вы берете по длине и вот отсюда начинаете сверху под углом бац нож вставили когда кусок длинный у меня-то сейчас не длинный под углом и работаете точно так же сейчас я опять с лаврушкой вставлю всегда вкуснее вставить с лаврушкой вот я сейчас могу работать под углом видите вдоль длины еще давайте под углом сделаем на срезе то все равно будет хорошо и вот у меня тогда свинина она сейчас как бы уже пропитывается внутри и чесноком и специями друзья вот видите я весь чеснок использую теперь идет запечатывание жесткое обжаривание свинины на хорошо разгреты сковородки так у меня есть всегда на кухне кипяток я сейчас улечу из кадра возьму кастрюльку и сейчас я жду когда нагреется сковородка запечатаю свинину в эту кастрюлю залью водой буду варить моя буженина не запекаемая в духовке в фольге я ее варю нежно нежно хорошо она сочная и гораздо лучше чем свинина которая запекается в духовке так что вы ребята меняйте концепцию своей жизни в отношении буженины слушайте как это делаю я повторяю на этом канале я показываю то как это делаю я это не значит что это правильно потому что как правильно не знает никто я вот два дня назад встречался с богом нас стрелка была мы там перетереть должны кучу слушай чувак ты знаешь как готовить буженину говорит нет даже бог мне сказал что он не знает как готовить буженину поэтому не не пишите мне о том что ваша бабушка готовил по-другому да и хорошо прекрасно что ваша бабушка готова по-другому я показываю свою буженину если вы хотите рассказать о своей буженине покажите ее сами или напишите об этом статью книгу а может быть даже диссертацию я знаю что мои подписчики есть умные ребята которые вполне могут написать диссертацию хотя бы про буженину все пока я трендел сковородка нагрелась вот такой дымяра должен стоять и сейчас я ее запечатаю будем смотреть как она колируется хорошо колируется от слова колер до для тех кто только что включился сообщаю что моя концепция буженина она действительно концепция потому что я готовлю буженину я ее варю а вот на этом бульоне который получается от варки буженина я готовлю борщ лучше этого борща не бывает вот так на бачок посмотрите как у меня удобный пинцет да вот есть ряд кулинарных пинцетов ему можно много чего делать на кости вынимать и стейки переворачивать и вылавливать что-то из жидкости в общем это продолжение моей руки очень удобная штука я когда-нибудь выточу из камня собственный пинцет и начну толкать хорошая вещь вот я со всех сторон запечатываю мясо кстати это можно делать и в духовке если включить ее на режим гриля чтобы и видеть у меня тут немножко брызгает на плиту но узнать неминуемо но можно и в духовке работать в общем у меня всю жизнь получается так друзья что когда у меня дома есть буженина у меня всегда есть что правильно у меня есть борщ это у меня уже идет друг за другом вот сейчас идет запечатывание окончательно и все скоро 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 идем залью кипятком потому что мне важно буженина они бульон на самом деле бульон все равно будет хорош но когда нужен вкусный бульон надо заливать холодной водой когда нужно вкусное мясо горячей водой но бульон все равно у меня будет вкусный вот это вода хороший цвет посмотреть на эту свинину и уже хочется мне съесть хотя нельзя потому что она сыра сыра и еще внутри вот это да и разве что еще вот так припечатаю ее уже ее рукой не хлопнешь потому что она горячая все теперь вот так и я чайничком заливаю ее кипятком пошел кипяток вот так вот вровень залил все очень важно это мясо не варить на сильном кипении достаточно чтобы она так легонько-легонько пробулькивала все значит вот такой кусок мяса здесь примерно килограмм ребят для тех кто любит какие-то цифры здесь примерно килограмм свиной шеи это будет буженина я буду варить где-то полтора часа мне этого будет достаточно так что через полтора часа мы с вами встретимся и я при вас проведу процесс извлечения свинины из этой кастрюли очень важно увидимся и так посмотрите вот она буженинка вот она булькает под крышкой у меня где-то полтора часа вот так и теперь смотрите ребятка я ее вот так вот сдвигаю и пусть она остынет в этом бульоне она напитается влагой и будет очень сочная вот это очень важный фактор хочешь вкусное мясо в холодном виде съесть заставь его остыть в том бульоне в котором она варилась не хай себе отдыхает поэтому буженинка у меня будет здесь лежать пока она не остынет в бульоне потом я ее выну и положу в холодильник и мы продолжим с вами с этапа когда я вы на ее уже из холодильника так что еще немного ждем вот ребята буженина выставил в холодильнике вот тот небольшой кусок шеи сейчас я его буду нарезать здесь подкорректирую будем смотреть за за срезом вот видите какая какой нежный цвет и на срезе вот посмотрите как виден чесночок нежнейшая буженинка она сочная она в весе не очень-то много потеряла посмотрите какие ломти я не буду ее сейчас там как-то по-особому подавать сопровождать главное это буженина вот она я просто сейчас ее выложу конечно вот так на на блюдо такие мужские куски вот так вот вот это я на ваших глазах сейчас вот с этой ставочкой чесночка вот так вот заточу да она конечно во рту не тает я ее они оба раздавить не могу но я чувствую соль перчик который вошла сюда вместе с чесноком вот так все а пока вот это не съем сейчас я не закончу съемку никуда отсюда не уйду вот так она должна подаваться в полустоячем в полу вертикальном положении чтоб меньше съели ну что ж дорогие мои чеснок хорошо вошел в буженину а я хорошо вошел в вас своим рецептом буженины так что вы не забывайте про канал зона лазерсона подписывайтесь можете даже ставить лайки можете ставить даже дизлайки есть у нас любители поставить дизлайки вот их примерно один процент как показывает практика но я вас все равно один процент люблю вот потому что вы гадкие несомненно люди но я люблю даже и гадких людей потому что я их жалею до встречи